Здравствуйте, в эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях руководитель проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова и артист театра имени Федора Волкова Руслан Халюзов. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студию. Вы приехали с большой миссией, представляете свой проект. Расскажите подробнее о нем, кто его создал и в каких городах России он реализуется. Проект «Театральная Россия» создан командой Фонда «Мир и гармония», но инициатором был Олег Павлович Табаков. А начиная с 2008 года произошло так, что перестали спонсоровать деньги на гастроли. Больших гастролей еще не было, и спасибо большое Министерству культуры и личному министру, который придумал программу «Большие гастроли», что сейчас это возможно стало передвигаться. Вот Волковский театр очень много передвигается, я знаю, разные спектакли прекрасные. Ну вот получилась история, что, к сожалению, провал в гастролях, не было государственной поддержки и программы. И Олег Павлович говорит, ну вот ты же современный человек, ты интересуешься технологиями, ну придумай что-нибудь, соедини, пожалуйста, театр с новыми технологиями. И мы начали пробовать. Первые у нас были очень интересные шаги, мы транслировали свою сцену МХАТа, у нас был экспериментальный такой кинотеатр в Воронеже, мы туда транслировали. И как вы думаете, была сколько разница? Разница между сценой МХАТ и Воронежем была полтора часа, а сегодня три секунды. То есть это вот, понимаете, это просто удивительно, технологии так быстро развелись. И вот мы начали с 2014 года активно этим заниматься и пришли к такому уже большому, такому масштабному действию, и мы можем гордиться. Мы первый такой онлайн-театр. Это в том, что мы не идем, у нас есть аналоги, естественно, на Западе, они тоже транслируют записи и транслируют онлайн, но они делают это избрано, то есть Митрополинтон, что-нибудь интересное, что-нибудь интересное, как с Кимбербэтчем, Гамлетт, а мы делаем именно репертуар. У нас есть все, и драма, и комедия, и балет, и опера. То есть вы заходите на наш сайт, смотрите и выбираете. И выбираете кинотеатр или клуб, который в вашем городе. То есть мы пришли к вам. У нас даже девиз такой, театр стал ближе. Руслан, как вы попали в проект? Я был приглашен для того, чтобы быть послом этого проекта, приехать и пообщаться со школьниками сегодня, пообщаться с вами, рассказать о том, что театру вообще это тоже нужно, не меньше, чем зрителям в малых городах, потому что театр тоже должен искать своего нового зрителя и расширять свою географию своих спектаклей. И вот 19 декабря, благодаря проекту, на портале Культура.РФ и на портале Одноклассники будет прямая трансляция нашего спектакля с камерной сцены «Москва и петушки», где я играю одну из ролей. С детства вы мечтали стать артистом? Вообще, как попали в театр? Почему выбрали именно эту актерскую профессию? Ну, как-то решил в восьмом классе, да, что хочу быть артистом, и вот шел к ней через Москву в Ярославль длинным путем. А то есть вы сами уроженец Москвы, получается, да? Под Москвой, 40 километров от Москвы. Как в Ярославле? Ну, там очень сильный театр. Это ведь вообще родина? Да, это родина Первого русского театра. Ну, все прекрасно, театр развивается, театр движется вперед, мы не стоим на месте, играем много спектаклей. Вот присоединяемся к таким замечательным проектам, собираемся создать большой образовательный центр, большую историю, связанную как раз с показом, с видеопоказом спектаклей и с их обсуждением на федеральном уровне. Работаем много. Находит отклик вот у зрителей в малых регионах, там, где особенно они не избалованы, да, театральной деятельностью? Наблюдаете ведь наверняка за зрителями. Да, вы знаете, мы наблюдаем даже не только в малых городах, но и в больших таких, как Казань, Уфа. Постоянно нам пишут, у нас же есть страничка в Инстаграме, и там прям прямая связь. Там идет обсуждение, там, мы, допустим, показывали Вишневый сад с Петровым. Некоторые прям в восторге, что они увидели Петрова, своего любимчика. Ну, молодежь, конечно, в Инстаграме, поэтому они активные. А некоторые писали, да, Петров, типа, его так слишком много. То есть это уже хорошо. Люди, они являются как бы активными и неравнодушными. Театр же, что написал, Станиславский говорил. Театр должно быть все главное, чтобы не было скучно. Так вот мы это нескучно доводим. Ну, и потом, знаете, уже, так как уже проекту почти 5 лет, мы на самом деле развиваемся и постоянно работаем со своим зрителем. У нас тоже уже появились фанаты. В некоторых кинотеатрах даже они хотят завести себе такой абонемент, то есть заранее, чтобы купили люди и приходили. В общем, конечно, это огромное, даже для больших городов. Ведь если прийти в настоящий театр, тот же МХАТ приехать, вы понимаете, да, билет стоит бешеных денег, поездка, Москва, даже Петербург мой любимый, БДТ, еще какие-то там театры любимые наши, там тот же театр комедии, который я обожаю. Тоже, это же сложность, надо приехать, остановиться в гостинице и все остальное. Плюс, понимаете, времени у всех нет, а тут вы дома. А особенно для детей, вот мы хотим как раз у вас продолжить нашу работу и прекрасно в вашем клубе Арктика показать на зимние каникулы несколько спектаклей из нашей детской коллекции. Это, наверное, будут, я думаю, Нонна Гришаева, Леди Совершенства, прекрасный спектакль у нас снят, великолепно. Ну, еще там рождественские истории посмотрим, 12 месяцев, Театр Карамболь. В общем, есть предложение для вас именно, чтобы дети, детям вообще трудно передвигаться, не все могут. Поэтому это было бы вообще интересно. Мы очень рады этому. Буквально у вас вчера прошла в КДЦ Арктика презентация проектов. Кто пришел, кто был вашим зрителем, как вас приняли, что показывали? Вы знаете, мы вчера, было удивительно. Мы когда перед началом с Русланом сидели в гримерке и спросили, кто у нас сидит в зале, там сказали школьники. Когда мы вышли, естественно, формат моментально я поменила, и я решила с ними поговорить. Вы знаете, очень умные, очень вдумчивые и, самое главное, честные. Когда я вначале спросила, любите ли вы театр, одни подняли руку и сказали, очень любим, другие сказали, не любим. И в этом наша сила. Вот к ним мы пришли, и мы хотим, что в следующий раз, когда приедем, те, которые сказали, не любим, сказали, мы открыли новый театр, мы открыли новую форму. Вчера мы показывали Василия Теркина, потому что у нас есть программа, которая посвящена 75-летию победы вместе с военно-историческим обществом. Дети смотрят спектакль, после этого пишут сочинения или видеоэссе. Сейчас же очень много модно и много историй со сториз, да, то есть они записывают. Мы поэтому предложили такую историю вашим ребятам и надеемся, что с прекрасного города Нарьянмар дети, которые были у нас вчера, ребята молодые, интересные, они напишут что-то интересное, и мы их повезем в Москву или Петербург на живой спектакль. Это то есть самые лучшие работы будут, да, пощрены поездкой. Они поедут, побывают в Музей славы, да, правильно, в Музей Победы на Поклонной горе, сходят в театр, посмотрят в живую спектакль, да. И я еще хотел добавить такой момент, что некоторые спектакли, которые есть в проекте, они даже, может быть, в кинотеатре являются чуть лучше, чем они есть в жизни, если их в жизни посмотреть. Да, но там же с разных ракурсов, да. Да, плюс искусство монтажа и все остальное, что некоторые спектакли, то есть этот проект еще помогает и самим спектаклям, и самим театрам улучшать свои спектакли. То есть режиссер потом может посмотреть финальную версию и сказать, а вот это вот было более правильным решением, давайте-ка мы сделаем и так у нас прямо в спектакле, в полотне. Дмитрий Назаров, народный артист России, которого, наверное, все знают еще по кухне, он всегда говорит, когда ему задают вопрос, а вот ваше участие в проекте, и как, когда у вас 5-6 камер в зале, как вы играете? Он говорит, вы знаете, до этого мы могли похулиганить, растягивать роли, и наоборот, нам быстро в буфет надо, торопились. А тут, говорит, концентрация полная, мы понимаем, что у нас зал не 800 обычных мест, 900, а у нас зал на более тысячи. Это вообще, конечно, удивительно, это вот технологии, конечно. Да, могут рассмотреть и пристально, и издалека. Да, да, крупные планы усиливают очень, и получается, у нас театр на ладони. Вы же даже если придете в театр, сядете в прекрасное место, третий ряд, середина, лучше нету места, вы все равно хотите иногда увидеть уголки глаз, уголки губ, вы хотите, вы хватаетесь за что? За бинокль. Конечно, эмоции. Да, а мы вам это даем. То есть в этом плане, конечно, проект удивительный, уникальный. Вообще там очень много пластов, мы когда начинали, я даже не думала. У меня первая идея была пропаганда театра, и чтобы театр не забыли. А сейчас это намного шире, намного больше, и, конечно же, все-таки первая задача, чтобы не забыли театр. Я смотрела исследования в ЦИОМ, я удивлена. 0,95% людей смотрят театр. Я удивлена. И, честно говоря, очень расстроена, потому что на следующие годы еще меньше. То есть идет падение интереса к театру. Это, слава богу, есть государственная программа. Еще, опять говорю, большое спасибо сегодня нашего президента, пресс-конференция. Вот ему за то, что он сделал в прошлом году год театра, за то, что наше министерство, министр Мединский поддержал все эти истории. На самом деле, это очень важная история, что государство... Ведь я просто езжу по всему миру, много знаю театров. В любом другом государстве это просто коробки, театральные здания, которые сдают. А у нас есть труппа, у нас есть живой театр. Вот Волковский. Первый. В следующем году 270 лет. 270 лет труппа сохранена. Это такой организм. Ведь невозможно создать продукты, если ты не любишь. Не любишь своего партнера, не любишь свое дело, не любишь пьесу. Ну, можно, конечно, себя заставить, но все равно зритель-то, он чувствует лучше, чем мы с вами. Он скажет все равно, что это все через переломы, через какие-то нелюбови. А нам нужна любовь. Мы хотим любить, мы хотим двигаться, нам нужны сопереживания. И это очень важно. Особенно для наших детей, которые погружены в гаджеты, которые могут найти информацию, которую для его, к сожалению, еще не окрепшей души, она тяжела. И мы можем его потерять, это ребеночек. Конечно, да. Все равно театр воспитывает, тот учит чему-то. Конечно. Мораль несет за собой. Да. Даже личностные вещи. Мне все говорят, вы так хорошо говорите, вы где-то очередь нет. Я дитя за кулис. Я научилась, смотря хорошие спектакли. Когда актеры МХАТа добивают одним голосом до галерки, без микрофона. Понимаете? Когда одним движением глаз можно покорить весь зал. Вот это, мне кажется, сила искусства. И оно все-таки искусство, самое главное для меня, это то, что возвышает человека и делает нас из простых людей реально гуманитарным, внутренне интересным, содержанным. Вот я поэтому очень люблю наш проект. Мы еще приезжаем в разные города, у вас очень теплая публика. Ребята вчера реагировали, живо отвечали. Значит, мы пришли туда, где нас ждут. Это тоже очень важно. То есть это будет синергия, эффект, и мы получим, надеюсь, очень много хороших сочинений. Конечно. Да. Очень бы хотелось, да. А как вы подбирали репертуар? Репертуар подбирается очень легко. Мы приходим в театр и снадимся сначала с худруком. Потому что, я считаю, только художник знает свои, так сказать, ну, не твердые, наверное, свои твердые победы такие, это точно знает. Сам успешные, да. Да, ну, внутренние какие-то это. И он знает свои такие слабенькие спектакли. Потому что, ну, сами знаете, мы все люди, не всегда все, так сказать, ровно. Конечно, да. Да. Второе, конечно, мы смотрим «Аншлаг». Если зрители пишут очень интересные ответы, сейчас все есть в интернете, отклик на шоу, пожалуйста. И третье, это, конечно, мы смотрим с позиции нашей. То есть это как камеры расставить, как это удобно. Плюс есть спектакли, очень подходящие под кино, а есть спектакли, которые, ну, очень сложно, и мы боимся, что потеряется вот эта острота, вот этот вкус, поэтому мы от них отходим. И мы вот, вот у нас такие три составляющие. Это, конечно, художественный руководитель, который даст направление. Вторая история, это зрители, которые хотят. Если в твоем городе тебя хотят, значит, тебе захотят зрители почти везде одинаковые. И третья история, это именно технологическая наша, киношная, когда мы снимаем. Вот. Это какие-то классические постановки или какой-то современной интерпретации? В основном, конечно, это русская классика. Но мы можем брать любую... Основу литературы, самое главное. Русский человек должен воспитываться на своей литературе. Для нас самый большой эффект, когда человек выходит из кинозала, первое идет читать, а третье, конечно, если он соберется и своей мечтой приедет в Живой театр и посмотрит свой любимый спектакль живьем. Сколько уже регионов охватил ваш проект? Ой, много. У нас где-то около 73. Дальше куда поедете? А мы уже вышли, мы вышли на заграницу. У нас вот как раз мне с утра писал директор киносети, кинопарк из Казахстана. Мы показываем Казахстане, Германии, мы показываем Монголии. То есть мы уже пошли за границу. И там нас ждут. И, слава богу, в этом году мы подписали с великолепной такой организацией государственное рост сотрудничества соглашения на питерском форуме. И показываем почти 82 русских домах за границей. Показываем бесплатно. У нас есть программа бесплатная, благотворительная, театральная палитра. И мы показывали в этом году пять спектаклей, которые определяют жанр театра. Это комедия «Женитьба» театра Качаловского. Это драма «Смута». Это балет «Вешние воды» по Тургеневу, очень интересный, саратовского театра драматического. И две оперы. «Царская невеста» в Перуске, театр оперы-балеты. И «Садко» театра «Геликон опера». А много людей приходят на спектакли за границей? Вы знаете, много, потому что человек стасковался по русскому языку, по хорошему театру. Многие очень просят детские спектакли, вот очень много, потому что они говорят, я выросла на спектаклях театра «Садз», а мой внук, он не знает, я хочу его привезти. Я говорю, хорошо, мы вам покажем ваш замечательный театр «Садз». Вот очень хотят. «Царская невеста» это вот Пермского как раз балета. Я сама из Перми смотрела его, да, удивительная постановка. Иногда вот провинциальный театр очень радует на самом деле, потому что сильный у них, у них такая вот, да, исконно русская такая театральная школа сохранилась, и они прямо ее придерживаются. Традиционная. И «Вешние воды», посмотрите, тоже очень замечательный балет. Вот, слава богу, мы с вами сейчас уже сконтактировались и будем работать вместе. Очень интересный балет, хотя он современный, но основа, конечно, классика, и там по произведению Тургенева впервые в мире. Они в прошлом году сделали, они молодцы. Так что рекомендуем. Эльмира, знаю, что вы вчера встречались с нашим губернатором Александром Цибульским. О чем, если не секрет, вы разговаривали? Ну, во-первых, я уже вам сказала в начале программы, что мы хотим сделать детские такие театральные каникулы в рамках новогодних таких праздников перед Рождеством, мне кажется, русским, православным. Это будет красивая история, и обязательно несколько благотворительных показов, бесплатных для детей, которые, ну, вы знаете, из сложных семей, поэтому мы это обязательно сделаем. Это первое. Второе, у меня еще очень большая есть международная деятельность. Я делаю с директором фестиваля российские культурные сезоны. Мы очень много делаем. Я пригласила ваш национальный коллектив на День русского языка в Женеву в ООН. Мы договорились, что это хорошая идея, и, вероятнее всего, будем делать там какую-то большую интересную историю немецким автономным округом. Мы представим, наверное, его и сделаем вот еще такой спектакль вашего народного танца Ха... Ханипси. Нет, Хайярт. А, еще Хайярт, да. Хайярт, да. Вот, да. Театр Хайярт, да, народного танца. Вот мы их хотим пригласить, чтобы они представили свое великолепное искусство. И сегодня я утром, когда ехала сюда к вам, слушала потрясающие стихи на ненецком языке и перевод на русский. Я думаю, что нужно еще кого-то из поэтов взять, чтобы прочитал так великолепно стихи. Очень интересно. Плюс, конечно же, к 75-летию Победы я мечтаю сделать фестиваль такой. Называться он будет «Даты. 75 лет Победы». То есть дата, посвященная дате такой большой, великой. И мы хотим показать 5-6 спектаклей, киноверсий о войне. Их очень много, и они очень хорошие. В театре Дегубенко есть великолепный спектакль. Театр Ауникиских ворот, Мастерская Козлова в Санкт-Петербурге. Вот мы их все отснимем, покажем, и один спектакль привезем. Вот ты живой. То есть такой сделать фестиваль. Мне кажется, это было бы интересно сочетание нашего проекта, который «Театральная Россия» с живым театром, то, что я и говорю. И вот мы обязательно это сделаем, я думаю, до наших таких великих праздновств. До мая месяца. Как будет проект развиваться в других городах? Наверное, уже план составили на 2020 год. На 2020, конечно. Первое, это вот фестивали. Мы уже договорились с Костромой, мы будем проводить там. Мы уже договорились, считайте, с вами. Мы проводить будем там. Собирается. Кому повезло, кому нет. Вы знаете, я бы, наверное, вот лично я бы ездила везде. Мне настолько нравится. У нас, я вот только что приехала с Пермского края, город Аханск. Там школа искусств. И это вообще, конечно, удивительно. Дети, которые, ну, мы приехали с артистской театра «Геликон», и она спела там несколько арий, мальчишек взяла, танцевала с ними, понимаете. Это было так интересно. Некоторые мальчишки так были удивлены и думали, а их, может, тоже выберут. А другие мальчишки, они прям запрятались вниз. И это было просто так трогательно. И со мной сидела девочка Полина, ей 9 лет. И она говорит, а я никогда не была в театре. А вы знаете, говорит, и прямо она прицелит и плачет. Она говорит, я увидела живую артистку, говорит, такую красивую. Говорит, я мечтаю поехать туда. Понимаете, вот мы хотим ехать в глубинку, чтобы для них, вот это самое главное. Все-таки центральные города, большие города, они... Не избалованы более. Они даже не избалованы, у них все есть. Тут вопрос уже от зрителя. Он не ходит, ленивый зритель. Вот он избалован, зритель избалован. А так все есть. Вот, конечно, раньше эти были программы в Советском Союзе. Я знаю, когда из таких регионов, вот тот же Пермский край, мне рассказывали, были программы, детей всех возили, прямо вот именно оперы и балета. Я знаю, что водили обязательно на экскурсии. Вот Мариинка делает, Мариинка для детей, они водят на экскурсию. Раньше я знаю, что тоже была в Александринке такая же история, приводили на экскурсию, а потом дети смотрели спектакль. Я так ходила в Амхат в школе, понимаете, 9 класс в 11 утра, нас всех приводили в Амхат, сначала нам рассказывали, а потом мы смотрели спектакль с великими актерами, Ефремов, Мирошниченко, Вертинская. Понимаете, вот в этом сила была искусства, может, поэтому я заражённый этим смыслом, в хорошем смысле, вирусом театра человек. Только вас хотелось спросить, вот как вы вообще с этой деятельностью стали связаны. Понятно, Руслан у него... Вот, профессия, обязанность. У меня сначала бабушка, конечно, спасибо, дай бог, ей там наверху, её нет, но вот она меня водила, конечно, вначале, я честно вам скажу, это было за... это было очень коварно, но я ходила за Буратино и Эклеры, потому что лучше, чем в Большом театре не было Эклеров. Я вам честно скажу, это была такая... Ради Антракта всего. Да, да, я с делой ждала Антракт, и я помню, что самое главное в моей памяти это Дочь фараона, это три части, то есть два Антракта. Вот это я очень любила спектакль, потому что лучший спектакль был, потому что мы два раз шли в буфет. Вот, это первая моя любовь, конечно, которая такая насильная, может, где-то в каком-то смысле прививка, но с другой стороны, это на самом деле, как видим, сегодня дали, огромные плоды дала, это такая почва получилась, во-первых, благодатная, во-вторых, на самом деле, была заражена такими лучшими произведениями, театральными. А вторая история, это вот в школе, когда ты осознанно и своими одноклассниками пришел, и, конечно же, каждый одноклассник хочет быть лидером, и когда ты начал говорить, что вокруг этого произведения есть еще куча, там, и Грибоедов писал про Грозу, мы смотрели Грозу, и Грибоедов писал, и тут мы начали спорить о критиках, кто как писал, и там вот мальчишки, девчонки, наши одноклассники из разных школ, это было тоже вот такое, знаете, наверное, открытие театра такое уже осознанное. С тех пор я на самом деле люблю театр, и считаю, что мы в своей рекламе вот этого года дали историю, смотрите, лучше культовые спектакли. И я могу сказать, что это правильно, потому что, смотрите, если раньше, вот вчера мы были в вашем этнографическом музее, мы зашли в чум, и там был костер, в чуме, люди собирались возле костра, их было много, это была семья, или все вместе, просто люди, оказавшиеся вместе у чего-то одного. Потом человечество развивается, получается много религий, да, на сегодня такие четыре основные, православие, так, христианство, мусульманство, дальше идем буддизм, дальше у нас есть, так, еврейское вероисповедание, то есть люди собирались возле религии, построили храмы. Сегодня, к сожалению, мир настолько расшатан, бури такие обуревают, второе развитие интернета, которое просто сбивает напрочь детей, не ходим, в Европе вообще не ходят в церкви, у нас тоже проблема эта. Получается, что же такое культ, где нам собраться у этого костра? Остается вот такое место, куда придут все, без вер, без каких-то политических наклонений, это театр, это театр. Поэтому мы и говорим, культовые спектакли, приходите, смотрите, и самое главное, что приятно, ты выйдешь из спектакля, почему люди задерживаются в фойе, да, часто, вот Руслан может подтвердить, они обсуждают, они рассказывают про свои эмоции, кто-то увидел одно, кто-то другое, и им интересно. Мне кажется, вот это вот великое служение театру очень важно. Мы для кого-то откроем, для кого-то кто-то вспомнит, как мы вчера с Русланом говорили, я рассказывала историю, что я посмотрев у себя в коллекции в городе Новомосковск, в Тульской области, 270 километров от Москвы, великое произведение Римаса Владимировича Туминаса Евгения Онегин, я приехала ночью и стала читать. И я сделала себе открытие, что Татьяна была только русской душой, она не говорила по-русски, говорила только по-французски. Представляете? Казалось бы, я его читала наизусть, зная все. А вот новое открытие. Это важный момент, конечно. И вот говорили выше о том, что в малые города, у нас был случай, мы поехали, мы стараемся театром ездить в наши малые города, в отдаленные пункты, какие-то по возможности, которые возможно, спектакли отвезти. Есть такой город Никаус, даже не город, он, по-моему, поселок. Я ошибаюсь, по-моему, поселок Никаус. Да-да-да, 120 километров, причем по не очень хорошей дороге. Чтобы вы понимали, у них там зал в 250 мест. Когда мы повесили афишу и дали билеты, билеты раскупили за полчаса полностью. Доставляли 12 рядов стульев. То есть они сидели практически друг у друга на головах. Это к разговору о том, что как у Эльмира более страшный процент, или как считается, что в любом городе, где есть театр, в театр ходят 2-5% человек. Это от общего населения. А здесь весь Никаус собрался, практически весь Никаус собрался, чтобы посмотреть этот спектакль. Но есть большая проблема, и в чем плюс этого прекрасного проекта театральная Россия, в том, что не в каждый город доедет театр со своими декорациями. Особенно то, что касаемо культовых спектаклей, это всегда, если это полотно, это всегда что-то такое массивное, это много артистов, это сложная логистика, это объемные декорации, какой-то специальный свет. И поэтому людям есть возможность, так же, как и в театре, правильно вы сказали, только уже в более удобном формате, в формате кинотеатра, посмотреть этот спектакль и тут же его обсудить. И тебя не будет волновать, как некоторых, как вы знаете, в театре волнуют, что спектакль заканчивается, я побежал, у меня там лучше, я первую очередь в гардероб займу. Есть и такие люди, но есть и действительно те, которых смотришь. В фойе, когда я сам хожу, как зритель, они стоят в стороне и ждут, пока вся очередь пройдет, и стоят, обсуждают спектакль, обсуждают артистов. И это, конечно, такое приятное, но, к сожалению, в больших городах их меньшинство. И поэтому то, что проект направляет свой взгляд именно в малые города, в поселки, где люди действительно, вот как рассказывают, где люди даже не видели артистов вживую ни разу, это очень большое и важное дело для нашей такой большой страны. Это для них на самом деле праздники, да? Такое целое событие, я представляю. И понимаете, эмоционально переводится у них открытие. И сто процентов, я думаю, что девочке это уже будет другим человеком. Мы уже положили в ней светлое. Она будет знать, что когда есть театр по телевизору, она пойдет смотреть не какие-то мультики непонятные, понимаете, Фрозаны и все остальное, а она пойдет смотреть театр. Вот это самое главное. Ведь посмотрите, Фрозан, да, вот сейчас, вот сейчас будет битва в кинотеатрах. Нас не пустят. Нас не пустят, потому что мы не нужны. Миллионы вкачиваются в рекламу. Я летела сейчас из Эмиратов, ну, Эмираты, Абудаби. Ну, казалось бы, уже другая культура, мусульманская такая страна. Везде в аэропорту, на каждом углу Фрозен, Фрозен, Фрозен. Понимаете? И спасибо, я говорю еще раз, что наше государство, наши руководители, вот, правда, и что вот ваш руководитель, губернатор, огромное спасибо за то, что он нас принял. Да, потому что это очень важно. Александр Витальевич сделал эту историю, пошел, это очень важно для воспитания детей, во-первых, для воспитания хороших людей, во-вторых, это очень важно, понимаете? Я всегда говорю, никогда человек, посмотревший преступление, наказание, или прочитавший эту великую книгу Достоевского, не пойдет убивать никого. Тем более, старушку не решила она его проблем. Да, он ее, к сожалению, она сделала ему еще больше проблем, он еще больше усугубился в своем падении и в своих проблемах просто погряз. Понимаете? А если ты посмотришь, вот это произведение, это же очень сильно, очень мощное. ты тоже сделаешь выводы для себя. Да, даже прочитав тогда, я не сделала, наверное, выводы, как и вот с Евгением Аниевым, но посмотрев, вот в нашей даже киноверсии, настолько было, я тогда поняла, а ведь там посыл огромный Достоевского, Достоевский говорит, ребята, мы все живем с проблемами, с задачами, но вы, прежде чем что-то сделать, вы подумайте, да, как это, можно или нельзя, хорошо или плохо. И вот это, наверное, хочется сказать, главное, что мы стараемся делать, это хорошо. Спасибо вам огромное, спасибо Эльмира, спасибо Руслан, что сегодня пришли к нам в студию. В честь нашей встречи хочу сделать вам подарок. Вы нам с фильмами, и мы к вам тоже с фильмами. Это наш документальный фильм, телеканал «Север» в условиях военного времени. Он на России занял первое место, да, реконструкция событий, о подвиге, трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войне. И наша программа фирменная Тинь Ивана о культуре ниньского народа. Ой, то, что мне вот, я хочу посмотреть, спасибо большое, очень приятно, огромных вам успехов, актуальное интервью было, на самом деле, и для нас актуально. Спасибо большое, что пришли. Всех благ вам. У вас очень, несмотря на холод снаружи, у вас очень теплый регион внутри. Да, 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 очень, правда. Не могу вас просто так отпустить, давайте что-нибудь пожелаем нашим жителям в новом году. Пожалуйста, на эту камеру. Руслан, начнем с вас. Дорогие, уважаемые жители Ненецкого автономного округа, я от лица Первого русского театра из столицы Золотого кольца Ярославля поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Пусть он несет вам радость, счастье. Будьте здоровы и счастливы. Мира. Дорогие, уже нами любимые, наверное, жители всего Ненецкого автономного края. Вы знаете, я вам желаю, чтобы в вашей жизни появился театр. И чтобы вот в этом году год театра, он не закончился, а все время продолжался. И каждый год у вас был годом театра. Смотрите лучшие спектакли. И я думаю, это поможет вам осмотреть жизнь, чтобы она стала интереснее, удивительнее. А самое главное, у вас было хорошее настроение в следующий весь прекрасный 2020 год. Спасибо. Думаю, все ваши пожелания сбудутся. Обязательно. Хотелось бы очень. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был руководитель проекта «Театральная Россия» Эльмира Шчербакова и артист театра имени Федора Волкова Руслан Халюзов. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...